как может измениться в вашей жизни от того если вы сделаете это упражнение для кого-то она покажется некомфортным но по некомфортным она не покажется не на первых порах а по чуть чуть попозже сейчас вы можете заняться тем что вы будете собирать информацию для своего мозга что потом с этим делать я обязательно скажу всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале max capital на котором мы говорим о про инвестиции пассивный доход и развитие мышления инвестора сегодня я хотел бы с вами поговорить и даже не поговорить а предложить сделать упражнение что вам очень сильно может помочь в развитии инвесторского мышления и ответить на вопросы а что я хочу и зачем мне инвестировать об этом мы говорили видео ссылка наверное где-то здесь будет а сегодня мы продолжим данную тему я вам дам упражнение здесь к чему нужно быть готовым то есть упражнение длительное для кого-то она покажется некомфортным но по некомфортным она не покажется не на первых порах а по чуть-чуть попозже второй момент суть упражнения заключается в том что сейчас вы можете заняться тем что вы будете собирать информацию для своего мозга что потом с этим делать я обязательно скажу то есть но это будет через 30 дней поэтому обязательно подписывайтесь на канал и щелкайте на колокольчик чтобы получать уведомления в свою очередь давайте перейдем к правилам как это работает почему это работает и как может измениться ваша жизнь от того если вы сделаете это упражнение расскажу вам историю из личной жизни у меня был наставник руководитель это юрий белоносченко сейчас они совместно с супругой развивают сеть детских клубов baby клуб организует школу белая ворона абсолютно другой принцип образования да но сегодня не про образование сегодня про то что сделал юра какое чудо он сделал он свое время увлекся триатлоном и есть такое соревнование точно не помню как она называется суть его заключается в том что ты бежишь в пустыне сахара и пробежать там надо что-то очень много там порядка может быть 140 или 200 километров ты бежишь по сахаре у тебя ничего нету и соответственно ты несешь все с собой воду еду спальники да и сам соответственно своим ходом непосредственно должен пройти юра насколько я помню поставил себе задачу за один год подготовиться к этому сложному такому марафону и вот после этого есть отдельная история искусство маленьких шагов то есть совершать какие-то один маленький шажок на пути к достижению большой цели в итоге юра пробежала написал целую книгу про историю маленьких шагов и сейчас это действительно позволяет ему там заниматься в сфере детского образования иметь одну из самых крупнейших франшиз в россии по дошкольному образованию детей по школьному образованию детей ходить до франшиз в россии поэтому что я хочу вам предложить сейчас тоже сделать одним маленькие шажки для того чтобы развить инвесторское мышление чтобы понять чего конкретно хотите именно вы потому что часто очень часто в моей практике приходится сталкиваться с тем что люди разрабатывая личный финансовый план ставят перед собой какие-то финансовые цели которые они хотят достичь в итоге начинают достигать цели не своих ну то есть складывается это таким образом это могут быть цели мамы папы бабушек дедушек супругов детей еще кого-то маркетологов до которые насадили вам определенные ценности да и вот вы хотите прям не можете вот эту вот машину вот этот вот телефон вот этот вот ноутбук то есть смысл в том что у нас очень много навязанных целей на пути которых человек попадает в так называемые крысиные бега достигает какие-то цели но не достигает своих истинных он не достигает того что именно ему хочется и потому что он просто не понимает о чем он хочет и это самая большая проблема с которой я столкнулся на протяжении последних трех лет когда в рамках платинового участия закрытом клубе инвесторов общался со своими клиентами и практически каждый человек отвечал мне на вопрос максим я не знаю чего я хочу я реально не знаю но вот эти вот классические истории до которые мы все знаем на этом все и ограничивается так затягивать не будем упражнение начинается упражнение заключается в том что вам сегодня прям сегодня приходит виртуальный насчет 100 рублей и вы должны эти 100 рублей потратить на любую свою хотелку то есть что вам хочется заведите соответственно табличку excel напишите там определенную дату напишите день неделя напишите что порядковый номер что-то первый день и сумма 100 рублей соответственно рядом в столбце должна быть указано что вы на эти 100 рублей хотите купить то есть что сейчас вам хочется купить на 100 рублей лично вам не сыну подарить или ребенку не супруге подарить а лично вам мы вообще вот и игнорируем все всю поддержку всю помощь да то есть не родителям не помогаем не супругами чисто на себя вот что я сегодня хочу на 100 рублей потратить на пачку чипсов отлично записываем пачку чипсов смотрим сколько это стоит можем зайти на сайт я не знаю перекрестка ашана твоего дома то есть какие конкретно чипсы какой вкус какой размер сколько они непосредственно стоят и ссылка ну то есть ссылка чтобы у тебя был определенный объем информации по информации в электронном виде чтобы можно было клейкнуть на ссылочку и если вдруг это твоя цель ты кликнул и купила непосредственно все больше в принципе ничего писать не нужно на следующий день второй день денег приходит в два раза больше чем предыдущий очень важное условие что если денежные средства остались то они сгорают то есть они не откладываются они не инвестируются они не накапливаются условно если мы хотим большую пачку чипсов до которая стоит там 120 рублей мы говорим так 100 рублей мы отложили завтра подождем завтра будет 20 рублей мы добавим потратить это запрещено то есть сегодня пришли деньги если они не потрачены в течение дня они сгорели в принципе человеку найти в течение одного дня что ему хочется на 100 рублей проблем не составляет мало того у вас это много времени лично не займет второй день у нас происходит правило игры таковой что на второй день денег приходит в два раза больше чем предыдущий то есть если у нас в первый день было 100 рублей во второй день нам приходит 200 рублей правила все те же самое находим в интернете что хотим чисто на себя никуда не инвестируем ничего не откладываем если не потратишь деньги непосредственно сгорят нашли записали нашли ссылку и ссылку непосредственно сохранили идеально если будет фотография того что вы хотите и это упражнение делается на протяжении 30 дней на третий день придет сумма 400 рублей на четвертый день придет 800 и то есть на каждый следующий день денег приходит в два раза больше очень важное правило ни в коем случае нельзя откладывать раз и второе дополнение если вдруг оказалось так что сумма большая ну то есть условно пришло 200 рублей а злата как хотела пачку чипсов на она так и продолжает хотеть пачку чипсов она может купить две пачки чипсов условно сумму можно потратить на разные вещи и количество на то что вы можете потратить она не ограничен свое время лично у меня это упражнение казалось бы такое очевидное такое простое она во первых было по прошествии 10-15 день уже становится некомфортным на 20 день 52 миллиона уже приходит просто до того как пришли 52 миллиона ты все остальное уже купил здесь тоже может показаться да какую-то какая-то ерунда идет какие-то нелепые вещи рассказывают проблем потратить нет друзья это еще раз к вопросу о том как мы переоцениваем себя на коротком промежутке времени как не оцениваем на длительном промежутке времени мы в принципе на канале очень много говорим про долгосрочные инвестиции мы много говорим про капитализацию про сложный процент и здесь соответственно преимущество данного упражнения оно заключается в двух вещах во первых вы сами начинаете на себе чувствовать что такое сложный процент как он работает и к чему непосредственно может привести второй момент образуется определенная база база того что вы или кто-то хотите да что потом с этими цифрами делать когда будет список составим я обязательно вам расскажу и тут заключается суть в том что мы начинаем отсеивать то что наши это что не наши и третий момент и заключается в том что каждая покупка она должна на мой взгляд то есть я уже наверное на протяжении последних двух с половиной трех лет деньги трачу по принципу осознанности да то есть как совершение той или иной покупки в принципе повлияет на мой человеческий капитал интеллектуальный капитал и каким вкладом эта покупка может быть и здесь вы покупаете даже если вдруг вы выбираете купить новый телефон вы покупаете его не для того что это маркетинг чтобы это быть модным чтобы это быть понтовым да а вы понимаете что для вас это может быть являться средством производства да то есть и даже тогда вы начинаете осознанно пользоваться большим количеством функций которые в принципе дает та или иная вещь потому что функционал как может тоже уже об одном из видео говорили лопата может достигать абсолютно разных вещей самое интересное что начинается ступор где-то на 20-25 день и здесь очень важно провести все 30 дней как бы вам тяжело не было все-таки залезть вот туда вот в зону дискомфорта да то есть в зону того чтобы попробовать потому что давайте сделаем небольшую подсказку можно тратить не только на объекты материального мира можно тратить на различного рода увлечения хобби ощущение которое вы хотите испытать да то есть и в этом случае вы понимаете насколько многообразен мир для себя откроете новые сферы в принципе жизни и приложение того что вам интересно и куда бы вы хотели двигаться в каком направлении хотели бы развиваться призываю вас казалось бы очень простые вещи не игнорируйте до дойдите до конца всего лишь 30 дней это не так много но победа то как изменится ваша жизнь как изменится ваше сознание поверьте мне те изменения которые произойдут у вас непосредственно в сознании могут очень круто сказаться как на росте вашего активного дохода так и отношение к инвестициям отношение к времени инвестициям к доходности которую можно получать и страх страх связано с тем что это же упражнение показывает когда вы даете до 30 дня мы приводили примеры до что мы покупаем iphone за 120 тысяч но на самом деле на трехлетней промежутке мы заплатили 240 то в этом случае нужно мы тоже будет понимать что если вы эти 100 рублей все прямо сегодня не проинвестируйте то пройдя 30 дневный период времени вы поймете что сколько в принципе тогда могло потеряться сколько можно было бы не до заработать вы по-другому будете относиться к деньгами по-другому будете относиться к расходам вы по-другому посмотрите на вещи которые вы хотите вам хочется вы поймете вам ли это хочется или хочется это кому-либо другому и придете к истинному себе и ваши инвестиции будут более приближены к достижению конкретно ваших целей и мечтаний друзья очень важная оговорка по итогам данного видео вы должны подписаться на канал и не пропустить видео которое выйдет через 30 дней потому что у вас через 30 дней будет большой массив данных большое количество своих собственных инсайтов соответственно моя задача сказать как эту базу знаний как эту накопленную информацию применить непосредственно к инвестиционному портфелю как сделать калибровку ваша цель это или не ваша цель на чем стоит фокусироваться какие цели выполнять в первую очередь и в принципе даже позволить себе что-то купить из поставленных целей но опять-таки какой подход должен быть при покупке у меня сегодня на этом все на связи был максим петров до свидания удачи и увидимся в следующем видео